всем привет меня зовут кирилл я к сожалению записал видос не очень хорошего качества и пришлось и увидел только на серединке этого плане качества именно картинки поэтому придется перезаписать все заново мы сегодня создадим с вами куб а точнее ящик у нас есть бочки у нас есть различные ведра и так далее а ящика нет поэтому давайте пройдемся через так сказать pipeline очередной точнее не очередной а через pipeline через zbrush с помощью ящика выберем наш ящик режим редактировать s2 увеличим в два раза выберем каждую из сторон то есть цифра 3 на клавиатуре выбрали все полигончики нажали ii и вот так вот создали внутренние полигоны нажимаем ес экструд с и утапливаем еще раз нас получается вот такой вот ящичек если вам не у вас не устраивает ширина балок будущих то и настраивайте ее под себя эту ширину дальше мы выбираем и g то есть два на клавиатуре и начинаем выбирать острые углы которые 90 градусов равны либо больше так как у нас здесь больше 90 градусов нет выбираем только те которые 90 градусов помечаем их как марк сим потому что мы хотим сделать здесь разрез на и и марк шар потому что мы будем запекать нормам ап и нам нужно чтобы был шейдинг правильно и при запечке наш аппарат для запекания понимал где у нас проходит шарпы где у нас границы и где нужно про проставлять острый угол дальше мы выбираем наш ящик правой кнопкой шейд смуз у нас все засмузилась теперь мы заходим в нормал авто смуз ставим галочку и градус сглаживания 180 градусов у нас сгладилось все что не помечено шарп этж вот так у вас должна выглядеть моделька при экспорте из блендера ну или вашей программы для моделирования назовем этот объект либо бокс лоу либо крэйт лоу я назову крэйт потому что я уже так называл сегодня и теперь мы это экспортируем как fbx файл экспорт fbx подождите еще рано вот у нас получился такой вот куб с разрезами мы нажимаем ю она раб и он разворачивается таким вот образом но нам нельзя допускать таких близких расстояний между юви шеллами поэтому мы заходим в юви эдитинг выбираем все сначала нажмем юви айлэйч айлэнд чтоб он все уравнял между собой размеры потом нажмем пак айлэнд он нам каким-то образом упаковывает мы выставляем паддинг между ними допустим 0.03 либо 0.04 чтобы было какое-то расстояние когда запекается будут запекаться карты чтобы у них было расстояние на на паддинг между друг другами между друг другом у нас остается еще такой большой кусок пустого пространства но мы с ним ничего не сделаем потому что у нас нет ничего лишнего на кубе вы можете сделать какой-то еще объект и размаппить его вот тут создаем новую текстурку назовем ее create пусть будет 2к 2048 на 2048 альфа отключаем вместо бланка ставим color grid окей теперь мы здесь создаем материал он уже создан блендером с беременовым его в create все должно быть правило названное выбираем здесь и мы часть текстер тут желтый желтую точечку трогает другой трогаем 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 сложное слово а здесь выбираем create переходим материал view и смотрим на нашу текстурочку здесь как будто кажется потяжка но это не потяжка а скос все правильно все одинакового размера все квадратики хороши вот так у нас выглядит юбиразверточка вот так у нас называется наш ящичек материал мы изберем файл экспорт fbx значит selected object потому что это выбранный объект это mesh я себе доставлю fbx all apply transform bake animation мы выключаем потому что у нас нет анимации бонус тоже какие нам не нужны на десктоп вот create low у меня уже был создан потому что я записал в говеном качестве таком что мыло мыльное какое-то получилось экспорт fbx все теперь мы переходим в зебраж перед тем как начать работать с зебражом предлагаю зайти на orv gumroad.com и скачать себе вот такой вот пак для зебража таких кистей от майкла висент а тут можно поставить цену за которую вы хотите достать то можно поставить 0 и скачать это за 0 но есть ну можно задонатить нам пригодятся вот эти кисти теперь возвращаемся в зебраж так у меня крашнулся зебраж на этот раз и я буду моделить эту модельку точнее скульптить эту модельку в третий раз вот она тут есть но она уже крашнутая запись получается я не смогу продолжить потому что у меня она не закончена значит нам зайти открываем зебраж находим зи плагин нажимаем fbx экспорта импорт нажимаем на импорт и находим нашу модельку лоу польку вот создаем ее левую кнопку мышки либо пером нажимаем на edit давайте мы ее подготовим к скульптингу можно в геометре зайти так как мы поддержек не сделали сначала мы подивайдим без subdivide smooth modifier раз два три хотя бы три раза ткнем потом нажимаем на смуз нажмем на диван наверное стоило больше без смуза тыкать теперь смуз вот так подай намешу что давайте еще раз диваним потом резолюшн поднимем чуть-чуть нам дай намешу you like to free subdivision level before in turn дай намешу да пусть будет а наверное надо было нет нажать я не знаю ребят этот зебраж вам слишком коварен новость нажиму то чтобы мечта любого человека видеть такой давайте выберем какой-то маткараб маткараб это я это про меня краб маткараб грей и беремся за планшетик планшетик у меня вакуум давайте посмотрим что за модель вакам intus pro даже птх птх 660 я взял его на работе в офисе пользуюсь им и вроде бы ничего такого сложно в использовании такой уж плохой делаем фасочки на всех краях используя есть btd это наш trim dynamic включим симметрию можно даже по xyz включить и надо будет проходиться по ой 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 я забыл же только что пользовался уже вроде привык а все еще нет надо будет пройтись по всем краям сделать виде фаски давайте кисть какую-нибудь сделаем вот так приблизим микрофон мешает и проходимся по всем фаскам по всем краешкам и их скашиваем со включенной симметрией это происходит быстрее то есть нам нужно будет только какие-то определенные сделать все остальное за нас делает миррор великолепный у нас выручает мы просто делаем скосы любуемся на них потом с помощью f отодвигаем подальше shift держим чтобы ровно перед собой поставить этот куб при повороте скашиваем тут потом поворачиваемся в эту сторону с shift тоже скашиваем ой случай нажал на кнопку на пире вот я сегодня уже в третий раз это дело получается и у меня уже чуть-чуть рука увереннее действует но когда я только на первую запись делал я там конечно стиль пьяный мастер у меня был вот даже хочется пожаловаться что я третий раз записываю подряд одно и то же но в то же время я воспринимаю это как практику то есть я давно не скульптил а тут меня видеть из-за того что запись пришлось три раза делать вот скульпт и практиковал теперь я каждую грань еще сверху поскульптил по уголки не забывайте уголочки уголки потом мы отключим симметрию и индивидуально немножко разнообразим самые фаски потому что сейчас они естественно палятся что они все симметричны но для опытного глаза для неопытного естественно вообще без разницы но мы же можем подразумевать что нашу игру могут играть такие же 3d штуки как мы и искать наши ошибки с вами а мы этого допустить не можем ну или просто пусть ищут пусть ищут а мы такие крутые возьмем и немножко подразобьем симметрию ну и в конце концов это же просто ящик он не может быть главным героем его предназначение стоять в уголке где не там пылиться бедный ящик грустный вставлять вот надо сразу мемы делать про там пришлось такое демотиваторы как они раньше назывались грустный ящик который стоит в уголке и тут на него не смотрят а ведь кто-то его скульптил когда-то представляете незавидная судьба вроде бы я вот все края подправил можно теперь отключать симметрию на x и проходиться уже индивидуально по каким-нибудь края краям и вот выставлять какие-то такие скошенные штуки вот разбил здесь можно уголочек чуть-чуть подразбить можно внутри вот здесь скосить но не стоит увлекаться все время напоминаем себе что этот ящик он скорее всего не главный герой игры предназначение его там быть разбитым блин какая грустная судьба ящика представляете вас сделали что вас разбили ну и потом можете сами себе рассказать историю ящика так пришли мои родные придется паузу поставить теперь нам нужно сделать полоски досок и еще ломать вот здесь на углах вот доски но еще можно попробовать трим динамиком btd так сказать разбить симметрию еще больше чем у нас получилось в различных местах но самое главное не пересердствуйте и такую большую кисть скорее лучше не делать наверное придумываем историю этого ящика что его допустим собрали из каких-то старых материалов которые были поломаны и чтобы из чего-то сделать ящик сделать из того что было я тебя слепила из того чтобы как поется в одной знаменитой песни в узких кругах конечно знаменитые вот мы могли еще уронить допустим на пол как мишку которым оторвали лапы помните это жестокую историю и после того как упало упал этот ящик то откололись какие-то кусочки и вот такие уголки стороны бевелы вот такие получились в итоге лучше не пересердствовать просто для небольшого разнообразия теперь нам нужно сделать здесь с помощью орб крэкс покажу нужно провести вот такую штуку чтобы разделить палки на доски можно включить симметрию опять же и все это сделать одновременно а еще можно включить строк лэйзи маус это все такое и тогда будет пожестче линия вот так и из каждого угла провести в такую линию сюда и получится вот такая штука ну если не везде ровно получилось угу 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 так можно чуть поднимить размер кисти что-то получилось теперь еще предлагаю с помощью орб крэкс сделать углубление внутри вот тут и так с каждой стороны если это не получается не забывайте откатываться и пробовать заново сверху смотрим здесь тоже проводим линии еще раз вводим ок здесь ок с этой стороны не делали есть осматриваем ящик со всех сторон можно снизу посмотреть вот здесь еще раз осталось есть с этой стороны есть ну и вроде бы все стороны мы затронули теперь у нас есть разбитые доски палки на доске теперь можно провести линии вот такие и сделать доски на ящике с одной стороны можно так сверху можно в другую сторону пусть и сверху вниз можно с шифтом если хотите нажали и shift если не ровно получилось еще раз нет нет нажали и вниз нет вот очень глубокие получились ну ладно страшно с этой стороны тоже можно так что все смотрим со всех сторон или сделали вроде бы со всех теперь нам осталось только разместить различные трещинки на этих досках можно симметрии можно без но лучше скорее всего без симметрии можно сделать вот тут в таких местах можно подсоединить друг другу можно отключать симметрию и просто ломать вот так ящик а в я а в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok все будет хорошо вот так он все еще пересчитал теперь снова заходим в Z-Plugin так, edit the made old на 20% вот он нам порезал всю сетку оставил только необходимые полигоны которые нужны для создания этого самого силуэта и фактуры, в внешнем вроде бы ничего не поменялось, но сетка как вы видите очень сильно ослабилась теперь мы заходим опять же сюда Z-Plugin fbx export нажимаем export и create high мы его выводим как fbx create high сохраняется судя по иконочке надо мне обновить уже Z-Brush у меня 18 года уже 22 думаю уже пора заняться этим делом так, попробуем сейчас посмотреть в блендере как выглядит наша моделька хайпольная переходим в блендер ненадолго так мы было в блендере снова лоу-польку скрываем нажимаем import fbx посмотрим на нашу хайпольную модель она вот здесь у меня лежит сейчас подгружается там 500 тысяч полигонов по-моему так он маленький экспорт ну мне нужно как-нибудь поэкспериментировать на тему того как нужно экспортировать fbx из zbrush без такого-то уменьшения если кто-то знает то напишите я буду рад в комментариях послушать так стоп-стоп-стоп я хотел его так сказать трансформить давайте посмотрим на item вот видите у нас все 0,01 0,01 короче у нас тут мы все это возвращаем получаем такой вот scale трансформер применяем и у нас вроде бы ящик в порядке по размеру подходит теперь мы снова его экспортируем давай только сделаем create с маленькой буквы на всякий случай мало ли вот теперь файл эксп сейчас еще раз посмотрю на сетку саму да все хорошо наверняка есть какой-то способ не уменьшать в zbrush вот этот самый объект до такого маленького состояния так и в mesh select object все здесь выставляем галочки теперь я на рабочий стол наверно скину чтобы не потерять крейт хай экспорт он подумает думает 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 сейчас мы полетим в substance painter сохраняем и переходим в substance painter попадаем попадаем в substance painter где мы создаем новый проект пбр металли крафт давайте 2к разрешением выбираем наш create low никакие карты мы не запекали поэтому просто окей жмем сейчас он нам подгрузит нашу коробочку вот наша коробочка здесь мы выбираем texture settings bake mesh maps находим нашу хайпольку допустим 2к padding какой-нибудь выставляем может слишком сильный padding надо 8 достаточно id мы не запекаем здесь мы ставим antilizing допустим 4x4 by mesh name но там у нас всего лишь 1 mesh поэтому без разницы и бейкнуть вот мы видим как проступают нормал мапы всякие курватуры и ментоклюжины мы пьем кофеек материал мы сделаем такой тоже как на бочке благо тут только один материал дерево больше ничего это все запеклось вот такие штучки видите можно сделать пожестче чтобы они отпечатывались хорошо на нормалке то есть нужно чуть-чуть увереннее давить тогда все будет хорошо создадим новую папку назовем ее wood в папку и закинем fill layer назовем тоже wood отключим все кроме color и roughness у нас у нас будет какой-нибудь деревянный может какой-то в оранжевоту какую-нибудь и roughness 05 оранжевота мне нужна какая-нибудь бледноватый либо у меня на экране такая бледнота хочется насыщенности тут можно фильтр накинуть hsl и подправить насыщенность может так оставить пока потом сверху кинем еще один фил это у нас будет на color влиять и на roughness пока оставим такой цвет накидем черную маску сделаем генератор генератор как удалось назовем это saturation какой-нибудь или в общем color variation так переключим на маску генератор генератор здесь вставим mask editor угу мы его наверное не вертнем и начнем играть с параметром blur balance больше блюра хочу чтобы здесь тоже была маска вон как я понимаю берет с курватуры и ментоклюжина с курватуры можно можно еще с ими доклюжно сделать а нет это opacity если invert вот тут края это потом подчеркнем а тут почему-то подчеркивает все подчеркнем вертнем так попробуем здесь цвет подобрать оранжевый но более насыщенный а как здесь будет основной color variation с красным с красным так ну наверно так оставить вот видите он края оставляет высветленными середку делает а если оверлей поставить то теперь вообще разницы нету потому что он осветляет если здесь оверлей вот здесь оверлей влияет сейчас подберем какой-нибудь цвет цветик семицветик теперь создадим еще один слой зовем его поношенность черную маску генератор под же mask editor так теперь нам мы сделаем куратуру единичку global balance чуть-чуть и сделаем оранжевую желтизну в цвете равна все это все отключим равна будет работать с нижних ящиков ну и теперь нужно только настроить баланс и контраст это мы подчеркиваем края поношенные побитые тут надо с цветом и с балансом поиграться протертые места потом есть color variation сверху затемненные места и основной цветку на которой накладывается светлитизна я думаю что скоро начнут на меня жаловаться что я странно как-то по-русски разговариваю с какими-то словами непонятными что делать жизнь такая такой шоколадный ящичек получился так уверен веру москедитар давайте мы еще а мы кстати вот здесь контрастик накрутили по моему буквально чуть-чуть может даже вот так сделать ну ка посмотрим тут еще типа цвет у досок сохранился а сверху доски эти выцвели и и так пока давайте на этом остановимся дальше нам бы еще подчеркнуть какие трещинки царапинки еще раз для этого создадим еще один филлер у него назовем его wear версия 2 в черную маску в черном маску генератор генератор metal edge wear вот получаем такую маску который можно пикнуть по цвету отсюда значит нам металл normal height и roughness нужны а вот саму маску мы можем сейчас подыграть нужен ли гранж вообще нам такой нужен наверное чуть-чуть буквально капельку wear contrast edge smoothness и вы так нужен маски с моими так уже надо этого добавить смотрим со стороны очень много шумных точек подавить вот это шум такой не очень приятный может быть это вот отсюда либо x-ground amount на самом деле можно это потом замаскировать то есть сделать гранжа маунт в ноль edge smoothness какой-нибудь такой оставить year level так еще раз пикнем вот эту штуку чуть-чуть можно зацеменить здесь возможно нужно маску проявить повыше можно каких-то цветовых пятен из дерева добавить потому что видите какая однородная доска получается либо потом какой-нибудь граммш сверху кинуть тоже может помочь если с металлом закончили на этом можно закинуть сюда еще фил лэйр фил лэйр мы можем кинуть процедурки облака 2 клауцы так матери маска и вернем баланс настроен контрастик скейл можно увеличить двое и опять играть баланс контраст по рандомить немножко режим смешивания мультиплай можем на материал может инверт сын а если здесь делается 05 нет полтора подключаем по включаем ну слишком многое скрывает может быть так или не вернусь вот так наверное умеренное количество потертостей и попробуем добавить сюда во-первых фил лэйр имбин окклюжен добавим черную маску генератор имбин окклюжен маска наверхнем он нам нужен только вот тех местах вот такой я думаю и цвет мы естественно берем теплый какой-нибудь бордовый может грязевой какой-нибудь так если режим наложения мультиплай совсем черный да получается хайд все это мы убираем ну такая как будто грязюбка немножко получается но затенение оно и бахлики затенения возможно слишком агрессивное можно здесь опасить и поднести или в этом генераторе смазки подыграть вот такую какую-нибудь попробую какой-нибудь гранж кинуть это ао назовем ао а здесь мы накинем какую-нибудь грунш чтобы разнообразить поверхность вообще просто можно гранж кинуть на так сказать на цвет а можно кинуть на roughness то есть если у нас roughness 0.4 0.5 то я это сделаю допустим 0.4 а можно чтобы это было и цвет и черную маску маску fill fill какую-нибудь гранжевую карту дастин 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 байперирушну карту сейчас не хочу просто пятна какие-нибудь leak можно в процедурке найти вот эти бнв спотс вот, маску посмотрим, можно сюда кинуть блюр, либо-либо, ну да, блюр давайте кинем, фильтр, блюр, чуть-чуть подблюрим, и можно это под подскейли, допустим, в 5, либо в 2, посмотрим, как это выглядит, мы так сейчас это не замечаем, но то, что мы добавили информацию в этот, в roughness уже хорошо, и надо сделать еще цвет, fill, опять же, в гранжевую карту какую-нибудь, dirt какой-нибудь, если можно, давайте black mask, fill, rough dirty вот хочу, смотрим на маску, двоечка допустим, вот такой песок, не очень приятный, leak dirty, может быть вот оно нам пригодится, 05, большие пятна, вот прям какая-то краска, а если вот эту, давайте подберем какой-нибудь цвет, ну тут гранжевая карта-то не подходит, сразу можно сказать, dirt scratchy, по всему этому наверно надо все выключить, добавили какой-то шум на гранж, можно кинуть блюр, и заблюрить самый шум, mask, так, по цвету, что если, о, вот они, видите, пятна такие, можно пикнуть в wood, добавить сюда фильтр, hsl, и с помощью него уже подстроить, просто небольшую цветовую вариацию добавить, здесь достаточно активно получилась эта цветовая вариация, достаточно с помощью csl немножко ее погасим, можно с помощью roughness здесь сделать совсем протертые места, допустим 07 какой-нибудь, чтоб там не бликовало вообще, а основной wood 05, а здесь гранж, может и вообще не нужен, вот, в общем, как-то вот так построился у нас материал дерева для этого самого ящика, у нас есть цвет, у нас есть вариации по поводу всяких насыщенных цветов внутри, края подтёрты, есть пентаклюжное затенение в уголках и какая-то гранжевая карта, смешивая вот такие всякие штуки мы получаем более-менее приемлемый результат, сохраняем этот crate, идём в рендер и смотрим на полу, ставим, на полу стоит вроде бы, можно было бы ещё гвоздики какие-нибудь нарисовать с помощью металла, но ладно уж, rotation, у нас получился такой ящик, можно было бы здесь всё тоже края поотбивать и так далее, настроим render, активируем какие-нибудь пост эффекты, color correction ещё можно, tone mapping, glare тут негде, минеточка немножко, это исключительно под рендер, самое главное у нас получился полуополь ящичек, получились заскульпченные поверхности и в итоге получился более-менее сносный материал, естественно над этим есть ещё как работать, но на данный момент мне кажется то что нам надо, поэтому делитесь своими результатами у нас в дискорде, будем с вами работать над ошибками, и в общем до скорых встреч, с вами был Кирилл, подписывайтесь на канал, приходите в дискорд, ставьте лайки, общайтесь, пишите комментарии, и в общем такие вот дела, надеюсь что у вас всё хорошо, желаю вам успехов, с вами был Кирилл, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok